Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня будет обзор косметики Maybelline. Сегодня я проверю, так ли хороша косметика Maybelline за эти деньги. Я выделю своих любимчиков и косметику, которую я бы выкинула в помойку. Здесь у меня базовые средства и какие-то новинки, которые я смогла найти. Что я не покупала, это вот этот тональный крем, потому что у меня он уже был, и какой смысл покупать еще один такой же новый. Матовая кожа, невидимые поры для нормальной и склонной к жирности кожи. Это Fit Me в 105 оттенке, я променой матовой, с глиной, которую я использовала еще в 2017-14 году. Быстро наношу. Я знаю, как он работает, он делает мое лицо матовым, но не на целый день. Спонжик из H&M пригодился. Моя кожа сухая, хоть это тональный крем и для склонной к жирности кожи, он все равно ложится хорошо, но если явные шелушения, то возможно, да, нужна какая-то более маслянистая текстура. 8 лайчочков из 10. У меня есть два эрейзер-консилера, это консилеры, которые я пробовала очень давно. У него вот такая вот мягкая крышечка, один оттенок Warm Aleve, теплый для контуринга, а второй для осветления. Начну с темного цвета. Светлый консилер попался мне из коллекции Marvel, это новинка. Такие вот два эрейзер-консилера, которыми я сейчас буду делать контуринг. Светлый я наношу треугольничком под глаза. Темным оттенком ставлю небольшие точки, потому что он очень пигментированный. Нанесу даже на веко чуть-чуть, типа лифтинг эффект. Ну что, погнали растушевывать. Я начинаю с темных частей. Я брызну немного фиксирующего спрея, начну тушевать. У меня на ногтях сейчас нет шелака, потому что я как-то уже сходила и сделала ужасный маникюр. Мне залезли очень сильно глубоко под ноготь. У вот этого темного корректора очень красивый оттенок, но, к сожалению, я не очень люблю жидкие корректоры. Они сложные в применении, но иногда получается очень красивый и долговечный финиш. Прям хорошо все растушевать, и если где-то наносишь, можно использовать даже как-то в качестве теней. Возьму кисточку и проработаю нос. Эйрейзер-консилером я ставлю 7 лачочков из 10, потому что до конца не поняла, как быстро нужно растушевать его на лице. Что удивительно, у Maybelline есть даже рассыпчатая пудра. Для полноценного завершения контуринга я могу сделать бейкинг. Набираю немножко пудры. У меня мокрый спонж, он прям впечатывает пудру. И возле носа область тоже. Бесит только грязь после бейкинга, все в пудре. Жду так 5 минут. Здесь 6 грамм пудры, из-за этого я ставлю 6 лачочков из 10. Тут достаточно мало продукта, но поскольку у меня большой расход пудры, которую я постоянно наношу на свое лицо, я сниму 1 балл и поставлю 6 лачочков из 10. И все это я буду смахивать бронзером. У меня City Bronzer, который я использую точно так же, как и этот тональный крем, он уже достаточно давно. Я знаю, как он работает. Действительно нравится этот оттенок, потому что он холодный. Даже в названии тут написано Medium Cool 200. Я буду наносить вот по этим темным местам. Набираю немного. Снимаю на крышечку. Это кисточка K от Георга. Я как бы смешиваю бронзер вместе с пудрой и смахиваю. Вообще это делают более какими-то сияющими пудрами, но если приглядеться, то тут есть небольшие вкрапления сияния. Смахиваю под глазами. Бэйкинг больше дает фотошоп под глазами. Т-зона сохраняется дольше матовой, то есть к вечеру не придется припудривать или использовать салфетки, но мне точно. Бронзеру от всей души ставлю 9 лайчочков из 10, потому что он часто меня спасал своим холодным оттенком, и когда нужно было быстро собраться куда-то выбежать, я прямо его наносила и убегала. Румяна Fit Me оттенок Peach. Я нанесу немного на яблочки, посмотрим, какой будет эффект. У меня потому что такая же проблема, как у всех. Я со всеми румянами перебарщиваю. У румян красивый оттенок. Для тех, кто пользуется, я поставила 7 лайчочков из 10. Это песочный хайлайтер Face Studio Shimmering Highlighter. Оттенок бронз, потому что я темненькая, но на самом деле это нифига не бронз, это песочный. Чтобы закрепить пудровые текстуры и хайлайтер осиял, я сейчас возьму фиксирующий спрей и закреплю весь макияж. Это для того, чтобы все слои скрепились и можно было легко нанести сверху хайлайтер. Также можно использовать эту же кисть, просто немного ее отряхнуть. Ее можно даже смочить и набрать хайлайтера. И вот такими вот движениями нанести. Это же сияние я могу поднять на косточку, таким аккуратным движением. Немного нанести на губы. Хайлайтер очень красивый для смуглянок. Я ему ставлю 9 лайчочков из 10. Он классно смотрится на моей коже по оттенку. Брови у меня накрашены краской, поэтому я использую для бровей брови Fast School. Это у меня оттенок блонд. Ой, ну прям красиво, в принципе. Похоже на какую-то глину для бровей. Я не люблю блестящие гели для бровей, и это как раз матовый гель для бровей. А этому матовому гелю для бровей я ставлю 8 лайчочков из 10. Супер стей матынка, это супер известная помада от Maybelline. Она появилась достаточно давно. У меня одна из коллекции Marvel. Вот такой вот оттеночек. А есть который оттенок мой любимый. Номер 65, такой коричневатый и круто смотрится на губах. Я хочу эту помаду матовую нанести немножечко на глаза в своих лучших традициях. Пользую этот продукт чуть-чуть на губы. Прямо пальчиком растушевываю. И мне важно, чтобы продукт можно было использовать и на глаза, и на губы. Теперь у меня помада сейчас будет как база на глазах. Потому что следующая это палетка. Это новая у них палетка, которую я еще не пробовала. Палетка Nudes of New York. Она очень красивая. Сейчас я ее попробую. Я продублирую, наверное, вот этим же оттенком. На центр века. На помаду очень плотно вошется пигмент. Во внутренний уголок глаза нанесу оттенок Fighter. Смешаю два этих верхних оттенка. Я сделаю еще сводчи этой палетки. Но первый взгляд можно сделать дневной макияж. И необычный легкий макияж на вечер. Есть какие-то легкие шиммеры, которые нанести на центр века. Я бы поставила этой палетке 7 лачочков из 10, потому что я все-таки сторонник прям жесткой пигментации и лютых блесток. Этот китч тренд, возможно, последнего года. Поэтому нужно успевать краситься прямо ого-го. Возможно, в следующие года как раз-таки вот такая гамма будет более актуальна. Эта палетка как раз такая. Я использую тушь False Lash Lift. Ее я тоже уже использовала. Она, можно сказать, мой любимчик. Поэтому ничего нового про нее не скажу. Ей я ставлю 9 лачочков из 10. Она хорошо подкрутила ресницы. Есть такой вот карандаш у Maybelline. Это Ink Crayon. Super Stay Ink Crayon. У меня оттенок 16Aceo 04. У него вот такой вот красивый оттенок. Он как бы не чувствуется на губах. Сейчас я его нанесу. Но это все в моей вот такой коричнево-трупной гамме. Ей ставлю 9 лачочков из 10. Она прям крутая. Такие вот блески. Супер глот. Сейчас нанесу один поверх помады. Это реальный тренд 2020 года. И 2021 года влажное вообще сияние. Оно, в принципе, зарождалось еще где-то в 2017 году. Дошло до масс-маркет брендов. Оно сейчас. Тут вот такой вот большой наконечник. Сливочная. И этот блеск должен был быть типа масло-блеск. И должен быть нелипким. Да, он нелипкий. Оттенок 008 Stone. Он нелипкий. Это оттенок прям в цвет моей помады. Я хотела нанести что-то посветлее. Я в последнее время люблю либо прозрачные, либо прям полу-полумолочные оттенки. Это оттенок 002 Ice. И еще один блеск с блестками. Тоже большой наконечник. Это прям back to 2000. Отсылка к Britney Spears. Ну, я сразу себя чувствую такой пусик от DOS немножко. Они очень красивые, нелипкие, доступные. Я им ставлю 8 молочочков из 10. Еще бы посмотреть, как они носятся в течение дня. Но поскольку эта текстура нелипкая, скорее всего, она будет не так долго держаться. Как вот эти суперлипкие блески. Они прям застывают. Иногда могут растекаться в зубы. Это не очень приятно. А тут такая маслянистая консистенция. Вроде бы всем расставила лайчочки. Бренд Maybelline я люблю из-за того, что как раз-таки у него цена-качество очень высокий. Кстати, вот этому фиксирующему спрею я не поставила лайчочки. Ему я ставлю 10 лайчочков из 10. Мне он очень нравится. Я прям при любой возможности им брызгаюсь. А с вами была Даша Кей. До скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. И сейчас победим.